Герои выглядят по-разному. Кто-то носит плащи, а кто-то медицинские халаты. Вот уже на протяжении 45 лет у Рукет Бековой важная миссия – помогать врачу. А начиналось все с обычного детского желания творить добро. Теперь же это работа всей ее жизни, которая не терпит ошибок. Приходим на работу, проверяю свои кабинеты работников, как они приходят, все ли на месте. Потом уже иду на прием с врачом. Прием у нас начинается с 9 до часу. С часу и дальше я работаю над бумагами, компьютером. Более закрываем с врачом. Идет прием. Свой профессиональный праздник они, как обычно, празднуют на работе. Сейчас в период коронавируса невозможно переоценить труд медсестер. Вместе с врачами они каждый день на передовой. И никакие сверхтехнологии не могут заменить рук медсестры. А навыков, полученных в процессе работы, достаточно для определения заболеваний и оказания первой медицинской помощи. Нагрузка идет больше на медсестру. В процедурных кабинетах медсестры, в перевязочных кабинетах медсестры. Даже с документацией. То, что врач скажет, заполнить карту или описать, или что-то сделать, это делает медсестра опять-таки. Конечно, без медсестры врач работать не сможет. Ну и даже если сможет, будет очень тяжело. Нагрузку тянет больше младший медперсонал. Так что, можно сказать, как прямо есть половинка врача. Если одни давно в медицине, то другие только начали осваивать дело Гиппократа. Каждый день уколы, инъекции, капельницы. Обычная работа для отделения хирургии. Здесь для медсестры важно быть и психологом для своих пациентов. Уметь успокоить и устранить страх. Особенно у малышей. Трудностей бывает немало, конечно, так как дети бывают очень капризными. Маленькие детишки наши в хирургическом отделении. Мы делаем перевязки детям, так как это не очень приятно. Детишки капризничают. Как-то успокаиваем их и работаем с детишками. Как и взрослого, особенно маленького, приходится успокаивать, утешать во время процедуры. По словам Рукет Бековой, самое главное для начинающей медсестры равняться на тех, кто выполняет свою работу добросовестно. И тогда каждый новый рабочий день, каждый новый пациент будет лишь в радость. Сегодня одни больные, завтра другие. И каждый больной по-своему интересен, по-своему каждому. Хочется вытянутся из того, что попало на него, можно сказать, болячки, болезни. Любовь к работе, это как бы приходит она со временем. Можно сказать, кроме этой работы, я, например, другую работу и сегодня не выбрала. Было бы мне сегодня 20 лет. День медсестры очень знаменательный. Праздник для многих медицинских учреждений. Дата для этого мероприятия была выбрана не случайно. Именно 12 мая родилась Флоренс Найтингель, которая была основательницей современного сестринского дела. С тех пор медицинских вузов начали открывать факультет по подготовке медицинских сестер. Этих женщин каждый называет по-разному. Спасательницы или сестры милосердия. Но одно остается точным. Они выполняют благородную миссию. Хава Гагиева, Магомед Белокиев, Новости 24. Всех медицинских сестер с профессиональным праздником поздравила и министр здравоохранения Ингушетии Зарема Альянова. Ежегодно 12 мая отмечается Всемирный день медицинской сестры. От души хочу поздравить от себя лично и от всего медицинского сообщества наших медицинских сестер, наших медицинских братьев. Людей, которых сегодня мы можем выделить как людей самоотверженных, как людей, посвятивших себя своей профессии и сегодня отдающих свои все силы и подвергая себя опасности, находящихся на передовой. Это полноценные медицинские работники, которые могут заменить и врача, которые могут оказать неоценимую помощь больному, даже не дожидаясь врача или более старшего сотрудника. Поэтому роль медицинских сестер, роль медицинских братьев переоценить невозможно. Это призвание, это образ жизни. Думаю, что каждый человек в своей жизни встречался с работой медицинских сестер. Хочу поздравить всех медицинских сестер, медицинских братьев. И самое главное, чего я хотела бы им пожелать, это здоровье. Здоровье, сохранение своего здоровья. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо вам за ваше милосердие. Спасибо за то, что вы оказываетесь у постели больного чаще всех других. Без вашей помощи врачи не смогли бы работать и спасать людей. Я благодарю вас за ваш труд и желаю вам всего самого наилучшего. Ну, я думаю, что наш праздник мы, может быть, перенесем на более поздний срок именно честования вас. Я думаю, что по окончании всей нашей пандемии, по коронавирусу, все-таки мы сможем провести наше такое мероприятие. Я думаю, вы получите заслуженные свои награды и получите заслуженные свои поздравления.